Здравствуйте всем! В своем сегодняшнем видео я, Менгали Бульсейран, президент Всеказахстанского правозащитного центра, хочу начать с разговора об уровне доверия, которое народ должен испытывать к полиции, суду и прокуратуре. Каждый гражданин своей страны должен быть уверен, что следствие будет объективным, решение суда справедливым, а он находится под защитой закона. И этот постулат я хочу продемонстрировать на примере одного довольно незначительного уголовного дела, которое на сегодняшний день рассматривается в Толгарском районном суде. Дело началось с того, что 12 декабря 2017 года председатель Казахского общества слепых Наурзбаев Алмат Савиджанович написал заявление, обвиняя бывшего директора Дома отдыха «Спутник» Карибаева в хищении денежных средств, принадлежащих Дому отдыха «Спутник». Уголовное дело было возбуждено. Следствие ввел старший следователь, майор полиции УВД Толгарского района Серег Улы. А заместитель ДВД Алматинской области Денис Баев после проверки жалобы Карибаева приказал продолжать незаконное следствие. Незаконное оно потому, что не было жалобы потерпевшего. Если в данном случае речь идет о хищении денежных средств из Дома отдыха «Спутник», то должна быть жалоба именно от руководства Дома отдыха «Спутник». Но таковой жалобы не было. И с 2017 года следствие, а потом и судебное разбирательство шло в отсутствие жалобы потерпевшего. Это одна из первых и самых главных ошибок следствия и суда, благодаря которому это уголовное дело тянется до сегодняшнего дня, то есть уже пять лет. И за эти пять лет ни следователь, ни прокурор Толкенбаев, ни прокурор района Хатарбаев, ни судья Мухадей Улы не увидели этого нарушения. Далее. Потерпевшим материальным ущерб нанесен Дому отдыха «Спутник», то есть юридическому лицу. Но потерпевшим признается физическое лицо, директор этого Дома отдыха «Спутник» Умаров, но в постановлении он указывается просто как физическое лицо, без указания на его должность, либо отношения к Дому отдыха «Спутник». То есть потерпевшим признается лицо, которому не причинен материальный ущерб. Далее. Признанный потерпевшим Умаров в январе 2022 года увольняется с должности директора. И 26 апреля 2022 года приговором Павлодарского районного суда он осуждается на 5 лет лишения свободы по статье 190 ч. 4, то есть за мощенничество присвоения чужих средств. Таким образом, с января 2022 года главное судебное разбирательство под председательством судей Мухади Улы продолжается в отсутствие такого участника уголовного процесса, как потерпевший. То есть в чьих интересах ведется следствие и суд вообще непонятно. И это бы продолжалось неизвестно как долго, но 6 мая, кажется, 6 мая подсудимый Корибаев приносит и вручает суду приговор Павлодарского районного суда от 26 апреля об осуждении Умарова. И тут только выясняется, что потерпевшего-то нету. И далее начинается очень интересный квест по поиску потерпевшего. Но Урызбаев не может быть признан потерпевшим, он допрошен в качестве свидетеля. Современный директор Дома отдыха спутник Халликов тоже не может быть потерпевшим, потому что он тоже допрошен в качестве свидетеля. И теперь сторона потерпевшего, кстати, доверенность, которым подписывал Умаров и которые потеряли свою законную силу теперь, но тем не менее судья на это не обращает внимания. Так вот судья вместе с представителями потерпевшего Умарова начинает поиски, кого бы они сидят на судебном заседании, обсуждают, кого бы им назначить потерпевшим. Может быть, какого-нибудь заместителя, может быть, еще у кого-то, может быть, еще у кого-то. Вот этот приговор, согласно которому был осужден Умаров. Вот постановление о признании потерпевшими. 19 мая в суд Долгарского района поступило заявление представителю ООО Казахского общества судей слепых Дусетвы. Кстати, тут возникает вопрос, причем тут ООО Казахского общества слепых, которое не является участником процесса. Тем не менее, от них поступает заявление о замене потерпевшего Умарова на Дусубая Бауржана Адельбек Улы в связи с тем, что в ТОО «Дома Господних» произошла смена руководителя. На самом деле, никакой смены руководителя не произошло. Там как был руководитель Мхалыков, так и остается. Но, как я понимаю, все материалы, все заявления тут принято строить на обмане. Так вот, по этому заявлению от Казахского общества судей, который не является участником уголовного процесса, потерпевшим признается Досыбай Бауржан Адельбек. Как видим, это постановление, издано 23 мая 2022 года. И на судебных процессах, прошло два или три судебных процесса, и подсудимый Карибаев неоднократно просил судью Мухаммеди Улы выдать ему на руки постановление о признании потерпевших. На это судеб Мухаммеди Улы очень интересно ввел себя. Он задавал такие вопросы. А зачем вам это постановление? А зачем вам это постановление? Да подождите, да вручу я вам. И в итоге он вручил его 6 июня 2022 года на 16 день с момента издания этого постановления, то есть когда процессуальные сроки обжалования были потеряны. А почему это постановление о признании потерпевшим сторона подсудимого хотела обжаловать? Потому что, опять-таки, потерпевшим признано физическое лицо Досыбай Баужан Улы. Постановление не указывается ни на его должность, ни на его отношение к дому отдыха спутник. А на Досыбай Баужана Адельбек Улы ему не причинен никакой материальный ущерб. Он не имеет никакого отношения к предполагаемому ущербу. И таким образом мы предполагаем, что судья Муходи Улы специально это сделал, чтобы отказать в жалобе на данное постановление. Так, далее. И вот эти мои слова подтверждаются аудио-видео фиксации. Там должно быть записано, как подсудимый Корибаев несколько раз просил судью выдать ему постановление о признании потерпевшим. И как Мухадей Улы вообще без причины отказывал ему в этом. Однажды он даже обещал выслать ему новоцар, но это не было сделано. Так, теперь по нормам уголовно-прациального права при замене потерпевшего необходимо возвратить дело на доследование. Но судья Мухадей Улы игнорирует эту норму закона. Он о ней как будто вообще не слышал. И прокурор и Талкинбаев тоже не видят в этом никакого нарушения. Они намерены продолжать главное судебное разбирательство и довести его до приговора. В ходе данного главного судебного разбирательства возникло три обвинительных заключения. Причем первый обвинительный акт был предъявлен прокурором Талкинбаевым, который в данном судебном разбирательстве является государственным обвинителем и участником уголовного процесса. Два других новых обвинительных акта были вручены другими прокурорами, которые не являются в данном судебном разбирательстве государственными обвинителями или участниками уголовного процесса. Они вообще посторонние люди и они не имели права предъявлять уголовные акты. Но тем не менее судья Мухадей Улы принимает эти новые обвинительные акты и даже находит этому какое-то объяснение, когда прокурор указывает суду на это нарушение. При этом два последних новых обвинительных акта были вручены суду после окончания судебного следствия. И это тоже грубейшее нарушение уголовно-процессуальных норм. В ходе следствия данного уголовного дела и главного судебного разбирательства не была обеспечена полнота и объективность исследования. Я имею в виду то, что в ходе следствия следователь Серик Улы обошел вниманием или не захотел увидеть тот факт, что в исследуемый период директорами дома отдыха «Спутник» было три человека. Это произошло потому, что на начало этого периода президент Казахского общества слепых Аубакиров был осужден к лишению свободы. И на его место претендовали сразу четыре человека, каждый из которых считал себя вправе издавать указы и назначать директоров. Таким образом, в исследуемый период на должность директора дома отдыха «Спутник» было назначено три человека. Это Ураджанов, Кребаев и Чуваев. При этом, но следствие это не хочет видеть. И в материалах дела указания на это не имеется. Следователь закрывает глаза и на то, что в материалах уголовного дела и в материалах самого дома отдыха «Спутник» нет акта приема передачи денежных средств бывшим руководством дома отдыха «Спутник» Кребаеву. То есть денежные средства ему не передавались. Права банковской подписи у него не было, поэтому он не имел доступа к денежным средствам и не имел возможности их расходовать. По акту приема передачи эти все возможности имел Ураджанов. То есть у него было право банковской подписи, и именно ему передавались, кажется, 58 миллионов денежных средств дома отдыха «Спутник». Но и следствие, и следователь Сири Кулы, и прокурор Талкинбаев, и судья Мухадди Улы на это не обращают внимания и не считают нужно исследовать эти факты. Далее, кстати, вот три обвинительных акта. Вот это первый обвинительный акт без даты. Вот 6 мая 2022 года новый обвинительный акт. И 8 июня 2022 года новый, еще один новый обвинительный акт. Судья назначает экономическую экспертизу по факту наличия или отсутствия хищения денежных средств дома отдыха «Спутник». Экспертизу проводил Институт судебных исследований города Алматы 15 февраля 2022 года. И в этом экспертном заключении указывается вот, что я сейчас прямо зачитаю. На настоящее исследование не предоставлены документы, подтверждающие фактические остатки наличных денег в кассе на начало исследуемого периода и документы, подтверждающие документальный остаток наличных денег в кассе на конец исследуемого периода по данным бухгалтерского учета, которые необходимы для установления суммы недостачи денежных средств в ТО Дома отдыха «Спутник» Казахского общества слепых. То есть экспертов не предоставили акт приема-передачи денежных средств. В кассах тоже, очевидно, не было денег, или они были переданы другому человеку. И таким образом, без этих документов невозможно установить сумму недостачи. Но тем не менее, почему-то следователь Сирик Лу и судья Мухадди Лу, они каким-то образом находят возможность определить сумму недостачи. Каким образом они это сделали, остается непонятным. И, кстати, в ходе этого назначения экспертиз было очень интересно, что одна из первых экспертиз установила недостаток средств на сумму, кажется, 16 чем-то миллионов. Но следователь решил, очевидно, по заказу нужна была особо крупный размер, и поэтому он назначил дополнительную экспертизу, по которой эксперты послушно нашли новые суммы и установили сумму недостачи в два раза больше. При этом, там есть очень интересный момент, я сейчас не приготовила, но у меня есть эти документы. В постановлении о назначении экспертизы следователь Сирик Лу указывает, что при создании этого постановления о назначении экспертизы рядом с ним сидели эксперты Тажебаева и сейчас не помню. Но оба эксперты, которые должны проводить эту экспертизу, они рядом с ним сидели. А я как-то вот по своей наивности предполагала, что следователь не знает, кто будет проводить экспертизу. И мне казалось, что этого не знает даже директор Института судебных экспертиз, который назначает экспертов только после получения постановления о назначении экспертиз. Вот такие интересные моменты были как в ходе следствия, так и в ходе судебного разбирательства. Таким образом, я рассказала только о небольшой части грубейших нарушений уголовно-процессуального права, допущенной в ходе следствия следователем Сири Кулы и в ходе главного судебного разбирательства судьей Мухаде-Л, на самом деле их гораздо больше, и их тщательное исследование займет очень много времени. Но даже того, что я сейчас озвучила, достаточно для того, чтобы признать, что в данном деле не имеется состава преступления, и данное дело должно было быть закрыто еще в 2017 году. И из этого, очевидно, с большой долей вероятности, можно сделать предположение о том, что данное уголовное дело и данное судебное разбирательство ведется в чьих-то интересах. И, очевидно, это интересы Наурзбаева, который и написал это заявление о предполагаемых хищениях, которые, если бы следствие было объективным, были бы не установлены, и суд увидел бы эти нарушения. Но, очевидно, очевидно, тут я опять хочу рассказать о тех 100 миллионах тенге, о которых сам Наурзбаев заявил на съезде, что он эти 100 миллионов тенге потратил на судебные расходы. И, очевидно, эти 100 миллионов тенге каким-то образом фигурируют и в данном уголовном деле. И, возвращаясь к началу нашего разговора, я, наверное, и вы, наверное, тоже сделаете вывод, что средний казахстанец не доверяет ни полиции, ни суду, ни прокуратуре, что уровень доверия равняется нулю. И, наверное, не доверяет полиции, суду и прокуратуре не только средний казахстанец, но и президент Тукаев. Потому что, несмотря на все реформы, которые он проводит, несмотря на те изменения, которые он пытается провести в полиции и в судебных органах, вот этот карнавал продолжается. Этот карнавал масок, которые пытаются изобразить честные следствия и честный суд, этот карнавал продолжается. И, возможно, одной из причин того, что в кровавые январские дни президент Тукаев обратился за помощью не к своей полиции, не к своей армии, а к армии чужой страны, является то, что уровень доверия равняется нулю. У меня все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...